Ворвется ли Оренбург в элиту российского футбола? Наша команда завершила выступление в этом году победой над ротором из Волгограда, закрепив за собой второе место турнирной таблицы. Ну и напомним, год для наших футболистов выдался непростой. В прошлом сезоне они дебютировали в РФПЛ, но очень скоро из высшей лиги вернулись сначала в первый дивизион, ну а после в ФНЛ. И тогда же команду покинули сразу несколько сильных игроков. Оренбург стремительно терял очки, европейский тренер Тимурик Избая не оправдывал ожиданий, южноуральцы стремительно приближались к зоне вылета. Переломным стало разгромное поражение в Краснодаре 1-3. Ну и тогда в команде и начались стратегические перемены. Тимурик Избая уступил пост главного тренера Владимиру Федотову. Как кадровые перестановки отразились на Оренбурге. Ну и как восприняли новую тактику и стратегию спортсмены и главное их болельщики. Духом футбола прониклась наша Екатерина Киселева. Работа строится, вы меня прекрасно знаете, большинство из вас на взаимном уважении. Но и будет естественно спрашиваться по результатам. То, что вы можете, то, что обладаете сумасшедшим мастерством, здесь никаких сомнений нет. Он поверил в них, они доверились ему. Началась совместная кропотливая работа. Главный тренер сделал ставку не только на физическую форму спортсменов, но и на их теоретическую подготовку. Почти сразу стало понятно. Общие старания не напрасны. Пожалуй, самый важный и зрелищный матч сезона. Оренбург крылья советов. В середине первого тайма капитан нашей команды Дмитрий Андреев получает вторую желтую карточку. Его удаляют с поля. Наши остаются в меньшинстве и при этом делают, казалось бы, невозможное. 3-2. Накал был большой. Переживания, естественно, были. Но даже при таких переживаниях нужно делать свою работу. Ну, то, что и вся команда, все ребята молодцы выдержали. И поддержка болельщиков чувствовалась, конечно, сумасшедшая. За это им спасибо большое. Да, первый раз в этом сезоне такое. Да, прям накал такой, страстей был. И даже мы в меньшинстве были, все равно мы выдержали. Это, конечно, выложились по полной. Не менее зрелищный и не менее значимый матч Оренбург-Енисей. И снова победа. 1-0. Истинные ценители красивой игры говорили, это был лучший матч в карьере нашего молодого вратаря. Вратарь, смущаясь, возражал. Лучший впереди. Да нет, игра была обычная. В принципе, ничего сложного не было. Мячи все в меня летели. Ну, соперник очень хороший. Игра очень понравилась. Вот этот накал, нерф игры. Было очень интересно. Но я бы не сказал, что самый лучший. Самый лучший матч еще впереди. Таким образом, Оренбург одолел основных конкурентов, главных претендентов на повышение в классе. Следом, команда разгромила Химки 5-2, Факел, прямо как Аргентина, Ямайку 5-0. Отомстила Калининградской Балтике и дублером Спартака. 25-м матчем сезона Оренбург закрыл серию выступлений в 2017 году. На Волгоградском стадионе южноуральцы обыграли местный ротор со счетом 2-0, оставив за собой второе место в турнирной таблице. Надо сказать, что этот сезон вырастил и воспитал целую армию настоящих, преданных болельщиков команды. Кто знает, были бы победы такими зрелищными, если бы не они. У нас сложился очень хороший слой болельщиков, которые самозабвенно, несмотря на погодные условия, всегда поддерживают команду, гонят команду вперед. Топили за Оренбург не только взрослые, но и дети. На ютубе у юных болельщиков даже появилась своя рубрика «Детский клуб». Привет, котятки! Сегодня крайний матч нашей команды на домашнем стадионе. Теперь болельщики смогут немного передохнуть. Сейчас у команды отпуск, после которого начнется череда сборов. В марте сезон ФНЛ выйдет на финишную прямую, где нашим ребятам предстоит как следует попотеть. Кстати, на заслуженный отдых южноуральцев фанаты провожали хором. Это дух родных бескрайних оренбургских степей. Это мужество бесстрашных и отчаянных парней. Наш футбольный клуб любимый. Мы с тобой не несгод и побед. Пусть тебя неудачи минут. Мы с тобой наш клуб едины. Пересвитим тебя в много славных лет. Валерий Киселева, наше время.